Доброго времени суток всем еще раз, друзья! С вами по-прежнему Каспер, с вами по-прежнему StarLadderTV. У нас просто небольшой ремейк, я вновь повторю, что здесь происходит. Играют Power Rangers, играют Fnatic. Это четвертьфинал про серии StarLadder. Счет 1-0 в пользу белорусов. Пики я сейчас вам озвучу, кто на ком еще раз. Я понимаю, что те, кто уже на трансляции, они все это слышали, но для тех, кто будет смотреть это все в записи, необходимо все повторить. Нам еще тут надо 33 секунды потусить. Не знаю, нету чата. Лучше бы чат ты мне открыл. Не чат, а твитч, точнее. Не твитч, а твиттер, тфу ты, е-мое. По хэштегу SLTV. Спрашивают, вот сейчас в зале идет стрим Call of Duty 4. У вас на StarLadder будет эта дисциплина или просто так, чем проводят? Я, если честно, только сегодня узнал, что этот турнир у нас проходит. Мне напомнили, что мы узнали о нем аж позавчера. То есть, такой мега анонсированный вообще турнир. Но буржуйских команд очень много. И, типа, чем какой-то, ну, крутой считается. Просто я не особо увлекаюсь дисциплиной Call of Duty. Поэтому вы меня не судите строго. Ладно. Команда Power Rangers. Fanius на Tidehunter. ZXC. Storm Spirit. ASDL. Quapa. StandIn. У нас играет на... 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 На ЦК. И Rain. ТТ. На Лишраке. Команда Fnatic. No Tail. Tinker. Fly. Виномансер. Ханни. Инвокер. Трикси. StandIn. Команды... Fnatic. Трикси играет на Медведя. И Era. Sand King. Все. Уходит Tidehunter. Трикси играет на Медведя. Что тут у Тайтхантера? Тайтхантер прячется в лесу. Кстати, его сейчас, кажется, спалили что ли или нет. Нет, не спалили, наверное. Это вроде бы... Хаос Найт. У Фаниуса сейчас на самом деле проблемы. Я вам хочу так сказать. Потому что если сейчас ребята сюда забегут и что-то здесь прочекают, то будет беда. Медведь-то еще деревья грызет. Прикольно, слушайте. Можно просто... Медведь-весоруб какой-то. Бобер. Просто бобер-переросток бегает. Айс Дейл будет стоять в миде. Я так понимаю, против Инвокера, против Хани. На топе, на легкой у нас будет, конечно же, стоять Хаос Найт. Лесной Шторм Спирит. Да, это Лесной Шторм Спирит. И в сложной будет стоять Тайтхантер. Причем Тайтхантеру, я думаю, тут гаш вообще нафиг не нужен будет. Вот, можно посмотреть, что у него есть. На валмайн и бэс... Бист Джо Бла Джо Нер какой-то. Бист Джо, это единственное, что я понял. Бист это зверь. Это зверь. Наш переводчик не знает, как переводится слово Бист. Да ладно. Серьезно? Google Транслейтер был на моей стороне сейчас. Это просто... Я как Google Транслейтер. Я один из создателей Google Транслейтера. И поэтому я знаю, что он мне будет выдавать, какие варианты ответов. Пока что, конечно, инвокер у нас качается через квасик. Посмотрим, что будет дальше. Попадает в него нож. В лопатку ему просто залетает. Стоят здесь эншенты. Эншенты... Еще один пул появляется. Это у нас кто? Виномансер балуется. Да, это просто балуется Виномансер. Но для того, чтобы Виномансер мог их зафармить, ему нужны хотя бы левел 3. Там какие-то ворты, чтобы их не убивали с одного удара, все эти эншенты. И чтобы у него было вообще все тип-топ. Чтобы вордов нету. Нет, сюда ничего не будет ставить. Руны, конечно же, здесь нету. Здесь тоже нету. Ее там уже успели 50 раз законтролить. Да, инвизибилити было у Лондруида. И, собственно, Лондруид уже левел 2. С четырьмя добитыми крипами. У ЦК 3-0. Отличная сложная линия. Медведя сейчас убьют, кстати. Да, минус медведь. 100 голды получает Рейн. Неплохо. Тайтхантера просто проехали. И пошли пушить Тауэр. Есть Покусаки. Левел 2. Вордов нету, конечно. Но Сэнкин копает. И вышку начинают пушить буквально уже с первой минуты. Артстайл просто смотрит на эту команду сейчас как на каких-то неудачников. Потому что на 2.05 его команда Даррер умудрялись забревать первые Таура. А, это у него челюха акулы, просто примотанная к палке. К палке. Я вот обратил внимание. Вот, реально просто... Я теперь понял, что называется Beast Joe. Это челюсть Joe. АСДЛ приносит себе банку. Ты не будешь проверять на Google Транслейтере? Челюсть. Как хочешь. АСДЛ контролит крипов как царь. 8-3, нет, 12-4. У инвокера все немножко покруче. Но это не критично. Тут тоже много спаун. Да, да, да. Это не наш Джо. Акула Джо. Одноглазая такая. Снкинг, получается, сейчас третий уже здесь. Так, что тут? Нож. Ну, реген хороший у Хани. Хотя, вот, если он так будет бегать, то ему и реген его не поможет. Там нож вроде только левел 1. Но, тем не менее, есть! Ферст Блад убивает здесь Лонбруида. Я его почти не пропустил. Я так и понял, что сейчас будут проблемы у Медведа. И, собственно, забирает его Шторм Спирит. Вот так вот. Да, Лесной Шторм Спирит забирает пацана. Отлично. И у Шторм Спирита получается уже... У-у-у! Капуня! Но тут нужно... Нужно сейчас сильно-сильно маны много. Что левел 2 только? Хватит сейчас только вот на 2 бласта. Делает очередной пул. Сейчас тут будет просто... Дофига риппл пул. Эх, не успел. Не успел. Раз, два, три, четыре. Четыре спауна здесь. Но если это все зафармить, то... Просто Шторм Спирит станет доминирующим видом на карте. Пошел, глип, фортификации. Тайдхантер тут. Пошли по кусаки. Эра, если что, еще даже копнет, я думаю. Кстати, Эра качается без пассивки. Хотя при куше это, думаю, было бы намного приятнее. Я, видимо, ему виднее. Да, четыре с половиной минуты ушло у команды Фнатик для того, чтобы убить Тир-1 на ботом-лейне. 22 на 7, 14 на 5. Да, Ханни в миде стоит покруче, чем Квоп. Но мы видели, как Дэнди стоял тоже против скандала. И удовольствия было не намного больше у него стоять. Хотя там был вроде... Да, квас-векс. Вот он, квас-векс. Квас-векс. Квас. И идут пушить дальше. Слушайте, какие наглецы там фнатики. Со вторыми... С первыми вардами у Виномансера. У них тут всего 10 урона. То есть они тут Тауэр плюют по 5 хп. Какие по 5? По одному. 70... 60... Да, 2 хп. 2 урона наносит Змейка по Тауэру. Но, тем не менее, Тауэр потихонечку начинает проседать. Конечно, ничего тут не может сделать и Тайд. Тайд левел 4. Второй гаш. Второй Амхорс Смэш. Кракен Шелл маст хэв, я считаю. Хотя бы левел 1 нужно иметь Кракен Шелл. Лучше будет первый гаш. Первый Кракен Шелл. Потому что тут 50 урона. Он добавляет и минус 1 армора. А все остальное остается то же самое. А тут добавляет нереальный просто диспел. От всяких ядов и прочей фигни неприятной. Так, что тут у Шторм Спирита? Шторм Спирит у нас абузер просто. Стоит в смоке и этот... Такой пым. Пым. Тдыщ. 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 Почти левел 6. Левел 6, вот ЦК стоит. И Квапа в миде левел 6 стоит. Нормально, да, я думаю? Неплохо пацан экспы нахабатил. И почти седьмой инвокер. Стоит вард на хайграунде. Кстати, видят сейчас Рейна здесь. Увидели, что поставил вард. Вот помигали, что где-то здесь вардецкий стоит. Помигал флай. Конечно же. Но счет пока 1-0. Пока как-то вяленько все у нас продвигается. И сейчас... Я, кстати, не обратил внимания. Тут с одним, да, с одним спауном шли... Точнее, с одним, с двумя спаунами пулились крипы. И мы видим, крипы были убиты. Все целиком и полностью. Как по мне, то лучше, наверное, сейчас сделать еще один пул. Только на одном спауне. И с двумя волнами крипов пойти, например, там пропушить вышку. Почему бы и нет? Считывая то, что отбиваться здесь от пуши... Ну, мало чем можно. Хотя есть Лишрак. Но Лишрак, опять же, такой весьма сомнительный вариант. Молнии у него нету. Крипов он особо не убивает. Диаболики тоже в этом не особо помогают. Так, и минус вард на хайграунде. Тусовочка в мид собралась. В исполнении Power Rangers. И что, план перехват? Ну, что-то похоже на то. Я не знаю, может быть, стоило как-то с Макебич заюзать, чтобы Тинкер там никуда не делся. А у Тинкера уже сейчас будут тревела. Вот в чем дело. Тинкер сейчас как раз в этот момент, когда ему нельзя умирать. Он тоже это прекрасно понимает. Попал лвл 4 Scream of Pain. Ну, что-то, что-то осторожно стали играть ПРы. У них такие герои убиваторские. Хотя, лучше, наверное, даже сказать, что осторожничают фнатики. Они не лезут, как раньше было. Там не отдаются нигде. А вот ЦК. ЦК будет с барабанами, я так понял. У него и так МСа много, а так ему еще барабаны дают хороший процент, соответственно. И бегает чувак, ну, просто архи-быстро. Да вообще, в лейте, Хаос Найт, наверное, один из лучших героев. Так, тут нас поймали сейчас Тинкера. И Эро, влетает, Шторм Спирит. Ловит. Есть минус Тинкер. Фаниус, кстати, на 28 хилсах уходит. Жук какой. Надо, чтобы Рейн, да, потанковал. Рейн танкует. Ну, Фаниус. Такой, блин. Что-то не получается у него. Тригенится нормально флаской его. Зато у него сейчас будут уже арканбуцы. Сейчас ему дадут, если добить этих двух крипов. У него будут действительно арканбуцы. И сможет уже Тайтхантер нормально бегать, ромить. Он тоже прекрасно понимает. Сейчас пойдет себе, купит тут энерджи-бустер. И вообще все у него будет отлично. Медведь. Тем временем медведь. Медведь бомжует. 300 голды на 10-й минуте. Сколько вообще медведь нафармил за все это время? 2000 нафармил медведь. 2700. А, к нему же что-то летит, что ли? Тапок. Сталт шилд. Тут тоже тапка. А, ну, два тапка, да. Вот они, собственно, все эти деньги. Да, два тапка нафармил Мишка. Ну, влетает сейчас на инвокера. Стан, Соник Вейп. Сдули. Все. Отлично. Вот. ПРы наконец-то взялись за голову. Начали нормально ходить убивать. Понимают они свою мощь. То, что у них очень мобильная связка. Квапа, Шторм Спирит. Еще и Шрак с отличным станом. И Диаболиком, конечно же, который наносит, ну, просто огромнейший урон. Помогали еще, что Эра где-то здесь находится. Чу. Наезжешь. О-о-о-о, тут уже просто, я не знаю, раз, тоже, два, три, четыре спауна Эншентов, за которыми совсем скоро придет Тинкер. И как только Тинкер их зафармит, то тоже будет у него очень неплохой густ и купит он себе там на что угодно. Может себе купить какой-то орбец, например. Поставили здесь вард, чтобы не получалось появляться у крипам. Опа, пошло торнадо. Ну, Квапа тут должна улетать. Да-да-да-да-да. Улетает Квапа, ловит она лазер, подкоп, держит статчик, Шторм Спирит уже здесь, Шторм Спирит потягивает Ноутейла и Ноутейл фраг. Ноутейл просто фраг умирает. И Эра тоже умирает. Слушайте, вот этот, конечно, раш 3D ганг, он вообще печальный. Тем более, Айс Дейл ведь выжил, что ли? Да, Айс Дейл выжил, успел каким-то там Макаром убежать. В общем, фигня полная получилась для команды Фнатик сейчас. Счет 6-0 уже в пользу ПРов. И то, что Медведь нифига не фармит. Медведя есть как бы орбов Веном, это как бы круто. Но на самом деле нифига не круто на таком этапе вообще. Тут ЦК уже, барабаны ПТ. Причем, я даже не знаю, что ему там дальше. Можно соврать какой-то Армлет, может. Или... Ну, думаю, Армлет, думаю, неплох. Если, конечно, хотят делать какого-то убиваторского ЦК. Просто побегал, поумирал об по кусак. Ну, с другой стороны, теперь он может спокойно стоять у себя по Таурам, фармить. И никто ему мешать не будет. Веномансер, кажется, еще не вкурил, что здесь крипы. Точнее, не крипы, что здесь вард. 57, 58. Фаню забежал. Ну, короче, типа всеми возможными способами портачат пулы. Хотя, я думаю, этого варда здесь тоже должно хватить. О, все, вот, пошла жара. Прибежал Тинкер. Тинкер с четвертыми машинами. И вот сейчас вся эта гопша будет умирать. Умирает она медленно, уверенно. Да, копеечка капает. Тинкер получает один левел. Получает еще пол левела. Еще сейчас бы один марш он закинул. Вообще бы ему цены не было. Я не могу, он решил улететь на базу для того, чтобы полностью восполнить запасы. Здоровье. Опа, тут в смоке такая засада сейчас. А здесь Син-3 стоит. И все это видно. Да лол. Сейчас будут убивать просто вот этих ребят. Так, Шторм Спирит. Улетает сюда, дружок. ЕМБ. Отличный станок и Шрака подвоим. И убегает что ли Шрак, что все остальные. Ну, как все остальные, там только один Шторм Спирит еще находился рядышком. Шторм собирает себе Орхит. Полетел очередной марш. Так. И Тинкер, Тинкер получает. Получает свою заслуженную Экспу. Остались, кстати, тут три больших крипа. И за них, конечно, дают и больше всего опыта, и больше всего денег. Не знаю, будут, конечно, сражаться за них или нет. Опа. Стан по Медведю. Ракетский таг вообще прям покарал. Тинкер прилетел один-один. Походу нет. Один-два. Раскачаны скиллы. Так. Чередной вард. Опа. Прыгает здесь за Флайем, и Флай умирает. Вот, нечего ставить варды. Просто пришел, завардил и отъехал. Так, Хани. Летит к нему Форстаф. Так, так. Тинкер. Нет, на топе сейчас вышку там убьют. Однозначно. Лишрак, причем, так очень грамотно находится вот в этой зоне, для того, чтобы Диаболик не цеплял крипов, а бил исключительно один тавер. Все четко вообще делает Лишрак. Ну, конечно же, Хаус Найт. Левел 10. Пол 11-го у него уже есть. Еще и вард разбили. Отлично. Ну, и скоро будет еще делать один спаун Пеномансер, я думаю. Больше ничего такого, никто не мутит. Да, вроде нет. Тут тоже иншитов, только один пул. Вот медведя, нужно за ним понаблюдать. У медведя 1000 всего лишь денег. 14.37. У нас столько времени уже прошло. Так, ну и Квапа явно нацелена забрать Тауэр в миде. Мы видим, что его сейчас начинает Денайт инвокер. Еще два удара. Раз, нет, три все-таки. Да, 13 хп осталось. И Денайт его инвокер. Квапа не стала рисковать, не стала прыгать. Тауэр дайвить ради одной вышки. А тут у нас на топе начинается месиво. Да, умирает ЦК. Затрусил его просто Сэндкинг. И вот эти два пацана не стали ему помогать. Типа, каждый сам за себя и все такое. Хотя есть у Фаниуса сейчас алтимейт. Рейн почти фуловый. У него маны много. Хп. Хотя хп не так уж много. Да, у него 480 здоровья. Конечно, вот этот ТП Тинкера на медведя, оно... Вообще читерское, на самом деле. Начинает через Battlecry убивать вышку. Тут глиф артификации. Тайтхантер вышел. Гаш в медведя. Ой-ой-ой, Рейну вообще лучше не подходить. ЕМП по АСДЛу. И еще и колд снэп по Фаниусу. Копать сейчас будут Фаниусу. Убивают Тайтхантера. Просто так развели, как молодого. Ей-богу. И Фаниус уходит на 25 хелсах. Санстрайк будет или нет? Нету вообще ни одного экзортика. А так бы, конечно, пригодилось. Сейчас бежит, бежит, бежит Ханни гонит он Рейна. Рейну нужно... Опа! Все, минус делает инвокер. Просто колд снэпом убил. Вот, пошел кулдаун на колд снэпе. Там сколько урона от него? Initial Damage 60. Этого хватило. Просто хватило 60 урона для того, чтобы убить Ишрака. Прилетает Тинкер вниз. Шторм Спирит. Да ладно! Просто в нагло убивает Тинкера. Красавчик! З, И, И, С, С. Не побоялся всех этих машин. Вот этих кровожадных просто... Я не знаю, как еще можно назвать. И получает себе сейчас второй Обливион Став. Шторм Спирит. У него сейчас реген маны станет вообще отличный. И будет Орхид совсем скоро. То есть можно будет спокойно влетать того же инвокера, убивать за время действия Орхида. Ну, плюс один будет вообще... Было бы отлично, например. Но посмотрим, как все будет обстоять. Забегают сейчас двое. Шторм и... И Фаниус. И собираются ловить они Сенткинга. Конечно, не знаю, получится это у них или нет. Еще крепков каких-то хотят забрать. Ну все, пошел врыв. Влетает Шторм. Так. Ну, пролетать будет? Нет, не будет пролетать. Там Тинкер уже прибежал. 429 хп. Ракетки. 188. Ну... А, не хватило первого лазера, конечно. Здесь никак. Медведя уже 2800. Медведя минут через 8 будет... Будет, я думаю, Родианс. Может быть. Так, Хани. Хани тоже решил себе собрать Орхид. Как в прошлой игре, собственно говоря, делал... Товарищ, играющий за команду Пауэр Рейнджерс. Первого Майтема Орхид на Инвокера. А вот этот чувак, он просто стоит и фармит. На него вообще забили, но рано или поздно он выйдет и разбивает лиц. Тем более, там, с ПКБ он просто вгрызется, там, в Тинкера, в Инвокера, в Виномансера, Сенткинга. Пофиг. И убьет его за время действия своего стана. Это вот так и будет. Вот видите, сейчас пошла фласочка. Хилинг селф. Уже совсем скоро появится БКБ у ЦК. И потом, я не знаю, какую-то керасу ему только остается собрать. Чтобы вообще уже наверняка, чтобы все было хорошо у него. 1800 голды. Сейчас прилетит курица, купит себе Митрилхаммер. Вот этот Тауэр еще нужно отдать сейчас Хаос Найту. Забирает, кстати, Лондруид Квапу. Квапа где-то здесь загуляла, откровенно говоря. Но вышка, все, вышка умерла. Собирает ее все-таки Лешрак. Есть у него брасировка Аркан Бу Ци. Да, и 2 тонны у Хаос Найта. Кстати, Шторм Спирит готов влетать за Тинкером. Ну вот, 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 все, можно прыгать хорошо. Цепляет Нотейла. Гаш, стан, минус. Вот так и нужно делать. Не надо там менжоваться, тусоваться, как-то очковать, что ли, прыгнуть на этого пацана. Вот видите, Зэдкс я прыгнул. Ну, осталось у него 180 хп. Ну и что, его все равно не убьют. А тут ребята еще и вышку запушат. И разменивают они Тир-1 на Тир-2. Что, в принципе, более чем классно. Тут две вышки они за заход, по сути, сбрили. Хотя, посмотрим, как еще тут все будут дела обстоять. Потому что Медведь уже со своим демолишем начинает неплохо пробивать. Тут еще и инвокер больше, чем 100 урона у него с руки. И хороший достаточно атакс пид. Прилетает Рейн, прилетает Квапа, прилетает Фанюс. И все довольны. А ЦК ушел фармить внизу. ЦК 2 500. Еще чуть-чуть ему не хватает до БКБ. Еще вот буквально там 200 голды ему остается. Которое вот он сейчас себе и дофармит. Так, что-то АСДЛ. С Ultimate Orb. Хорошо. Ultimate Orb, как скажете. Хани. Да, кстати, победители вот этих пар, они... Сколько у нас проходит в Star Division? А, финалисты попадают по-любому, да, в Star Division. Третья, четвертая, да, играют стыковочные матчи против The Nation и NextKZ. Вот так вот. Ну и, собственно, победители пары The Nation и NextKZ, ну, с кем они там будут играть, будут попадать в Star Division. Проигравшие будут попадать в Pro Division. Ну, либо же оставаться, если это будет все-таки команда из Pro League. У нас сейчас, по сути, участвует шесть команд. То есть, после этой игры и после следующей отсеется у нас по одному коллективу. Либо Fnatic, либо PR, либо... Копенгаген Вульфс, либо кто-то там еще у нас остался. Кто у нас там еще остался? Я уже не помню. Нет, Infused, да, они уже по-любому будут стыковочных играть, как минимум. Кто у нас против Копенгаген Вульфс будет играть? А, Эво, точно, да, шведы из Эво. Так что, я думаю, будет интересно, на что посмотреть. PR-ы сейчас, по сути, борются за право выхода хотя бы на стыковочные матчи. То есть, если сейчас PR-ы побеждают, они занимают уже топ-4 Pro Division. И спокойно уже могут готовиться хотя бы к матчу в стыковочных встречах. Либо там против The Nation, против кого, я думаю, они уже играли неоднократно. Либо против NextKZ, который действительно намного сильнее. Я думаю, любой команды из Pro Division. Хотя, там есть Infused, да и... Даже вот PR-ы, мы видим, показывают вроде неплохие результаты. Так, Эра. Находит Хейст. 1500 голды. Это, конечно, будет Даггер. Медведь с Акрадом. Да, и у Медведя вот по расписанию, как раз-таки через те 8 минут, или сколько я там говорил, подъезжает Радианс. Кстати, вот ЦК... Ой-ой-ой, как четко успевает включить БКБ! Ну, где же Станчик? Вот он, Станчик. Но нет, нужно улетать, все правильно делает. Пытается его с руки нагреть. Ну, вот этот светящийся дружок. Такой сдулся. Лошадь сдулся. Кстати, он был меньше. Точнее, он был больше, я думаю. Я так понимаю, модельку немного уменьшили. Хаос Найту. Ну, нужно сейчас какой-то ветер-ветер устраивать, что ли, PR-ом. Вот Медведь, вы видите, да, ушел на 40. Как о холсах вообще. Халява. Просто халява. Но нужен для этого ульт Фаниуса. Для этого нужен Шторм, там, у которого мана хотя бы будет. У него, конечно, есть вот Орхит, есть ПТ. 1200 денег. Все равно этого еще недостаточно. Квапа хочет себе хотя бы Хекс сейчас собрать. Для этого еще тоже нужно очень много времени. Еще тут 2700 нужно насобирать на Мистик Став. То есть, все не так уж и радужно у команды Power Rangers. Но, с другой стороны, у них есть ЦК, который уже с БКБ, ПТ и барабанами Drums of Endurance. Я думаю, сейчас в следующей драке, точнее, будет видно, на что способны PR-ы и на что способны Фнатики. Вообще, who is who? Но до следующей драки нужно ждать еще секунд 70, потому что вряд ли будут начинать заварушку PR-ы. Единственный вариант, что Фнатики сейчас поймут, типа, у Тайдхантера ульта нету. Надо идти забирать Тауэр. И они, это кажется, понимают. И идут, сейчас подходит Медведь, начинает грызть, летят по кусаке. Есть у Медведя уже Радианс. АСДЛ сейчас еще Корни прокнут. Думают, вообще такой провал. Так, Медведя греют. Торнато, ЕМП. И да, отлично, там 200 урона. Вот они прошли, Корни есть! Минус Квапа! Какие, говорил, Корни будут, будет беда. Медведя там ОМС вообще такой огромный. Просто 400, сколько там, 456 ОМС-а. Чувак носится просто как угорелый. И заходят ломать Тир-3. У Тайдхантера 20 секунд, еще не будет ульта. Залетает Стан на 3 секунды, 150 урона по Медведю. Таур его неплохо пробил. ЗХС готов влетать с фланга. Но только на кого влетать? Вот это главный вопрос. На Виномансера, на Инвокера. Думаю, на Инвокера, наверное, стоит врываться изначально. Так, летит Тинкер. Забирать денежку. О, отлично. Капуня, Капуня, Капуня. И забирает Сент-Кинг Инвиз. Сомневаюсь, что будут они куда-то влетать. С этим Инвизом. О, а тут в смоке пошли забегать. Должен быть ульту Клопы. Да, вообще у всех ульты готовы сейчас из команды ПР. И они идут на топ. Они идут на топ. Не знаю, убивать то ли вот этого Медведя, то ли сейчас Эру найдут. Но Эра в Инвизе. Вот, все. И... Такой вообще план провалился. Просто чувак в Инвизе спалил вообще всю эту контору. Кто бы мог подумать, что тут будет стоять Инвизный Сент-Кинг. Причем Инвиз там еще будет действовать достаточно долго. Я даже не знаю, что тут можно еще добавить. Там просто Seven Nation Army. Да, нормально, чуваки забывают. Стопудово Финны. Только Финны поют так. Оборванные. Финны оборванные, друзья. Привет команде Минвайл Ин Финланд по БЛЦ. В частности, Энтериону. Мистеру Ту тоже привет, если они меня смотрят. Привет. Да, да, да. И не знают русский. И не знают русский. Так, что здесь залетает такое? А, здесь хотел залететь Тинкер, но он передумал. Или он все-таки решил? А, тут еще Сент-Кинг есть. Вот с Сент-Кингом, конечно, можно и пободаться. Убей крипа. Красава просто. Просто Штормспирит красавчик. Так, одну минуту просит Фаниус. Вот пока одна минута. Я бы очень хотел, чтобы мне что-то показали приятное. Я пишу статью. Блин, пишет статью, чувак. Покажи мне твитдек на одну минуту. Напишешь на одну минуту позже. Кто-то пишет, что хочет увидеть Лазора в Доте 2. Как сделать 98-й интерфейс, чтобы комп лагал меньше. Блин, я даже не хочу отвечать на этот вопрос. Сделайте матч чемпионы мира против стримеров. Нет, нет. Особенно последний пункт мне не нравится. Так. А, и все остальное мы пока еще читали, да? Это опять, это опять этот же чувак написал. Напишите пока что-нибудь по хэштегу SLTV. Какие-нибудь интересные вопросы. Давай, задай мне вопрос. Без проблем. Здесь мы садимся. А ну давай. Видишь, что здесь секунды. Они часто пикают Энигму. Нави часто пикают Энигму. Ну посмотри, тут 5 тысяч фигеров. У них 4 Виноманцера, а 4 Энигмы. Ну, Виноманцер, потому что он в принципе офигенен. А Энигма. А, Энигма, потому что... Потому что Энигма это Блэк Холл. А, ну если только подхудевается. Я вижу, вижу. У меня уже все началось. А ну давай, что там, может в твитдеке кто-то что-то все-таки накатал. Нет. А, вот все, пошли. Как дела? Отличненько! Дела отличненько! Отличненько! Тут, тут Шторм Спирит пытался забрить Тинкера. Но Тинкер хитер-бобер. Он собрал себе, точнее купил себе госскептер. А, Шторм Спирит... Нет. Нет, он умирает. Он умирает, да, на нем колд снэпчик. Его просто так подкинуло и сверху так... Прибило. Не, на самом деле Сент Кинг, он копался, я тоже, так понимаю, не по таргету, а по земле. И там есть небольшое АОЕ у самого действия скилла, конечно же. И он чуть-чуть наперед, получается, копнул буквально несколько пикселей. Вот это и сработало. Сейчас бы по квапе корни прошли с первого удара, и все. И квапа бы ливнула из игры, я думаю. 20% шанс. Где потерялся Вилат? Не знаю, где потерялся Вилат. Он куда-то свалил. Деньги в нуле, просто в нуле сейчас деньги. Было преимущество 3000 на стороне команды ПР. Сейчас преимущества никакого нету. Точно так же и по XP потихонечку, полигонечку, график ползет, тянется вверх. Где мой любимый ЦК, которого я хвалил всю игру? 2400 у него ЦК. Тебе нужна Кераса, мужик. Я все понимаю, но тебе нужна Кераса, а твоей команде нужен Пайп. Я не знаю, ну на Тайтхантере, например, почему бы и нет? Потому что есть Виномансер, есть Сент Кинг, и без Пайпа будет крайне тяжело. Но, естественно, крайне тяжело. Хладно, пиши, пиши дальше свою фигню. Так, и что здесь у Хани? У Хани 1300, Орхид Форстаф. Что такое, за ним кто-то выехал? Да нет, вряд ли, я думаю, были шансы уйти. Нет, точнее, были шансы догнать, вряд ли, у Хаус Найта. Сколько у него тут? 400 с копейками МСа. У Инвокера, у Инвокера, да, у Инвокера тут тоже очень мощно. Без фризов, примерно, кстати, так же, как и у ЦК. Очень неплохо. Для ЦК, конечно же. Прилетает Тинкер в мид. Ну, к папу тут ловить нечем. Хексов вроде нету. Нет, тут всякие Форстафы. Да, и Хексом пока, в принципе, не пахнет. Ну, как не пахнет? У Тинкера есть уже Ultimate Orb, у него уже есть 1900. То есть осталось до Хекса совсем немножечко. Впрочем, как и Квапе. Такой, не знаю, более-менее зеркальная ситуация на карте. Мы видим, да, и Шторм Спирит с Орхидом, и Инвокер с Орхидом. Ну, Инвокер еще с Форстафом, естественно. Квапа вот с Хексом скоро будет. Кинкер тоже будет скоро с Хексом. Понимают команды вообще, что от них требуется. Ну, в первую очередь я еще раз подтверждаю, что Даггер на Фаниусе. Даггер на Тайтхантере. Вот это уже интересно. С одной стороны, это крутой, мега-офигенный, там, врыв, которым можно просто, там, творить чудеса. Ну, и с другой стороны, это офигенный врыв. Но не будет Пайпа. То есть, если успеет прокастоваться Виномансер, то будут проблемы. Вот мы видели, как только что убили Квапу вообще на ровном месте. И Квапы не будет еще целых 50 секунд. У него байбека нет, у Хекса у него до сих пор нет. Курица с Ривером. А, это все-таки будет Тараска. Тараска для Хаос Найта. Ну, и Тир-2, я думаю, здесь тоже должны будут отдавать сейчас ПР. Зато пушится топ. Пушит топ сейчас, Шторм Спирит, хорошо у него это выходит. Купил рецепт на БКБ и Огр Клаб. Да, нормально, нормально, кстати, это грызет. Тинкер, я думаю, не ожидал такой наглости вообще от Шторма. И отступает команда Фнатик. Но есть Рошан. Когда будут бить Рошана? Двое-двое, тут просто два таких плана, я не знаю, как это еще можно назвать. По убийству просто героев. И оба они были не слишком точными. Да, Шторм подсветил. И в смаке погнали ПР бегать. Первая игра была намного динамичнее. Если вы ее пропустили, очень советую посмотреть первый матч. Потому что то, что происходит с 10 и 17 фрагов за 32 минуты, это не очень true. Идут здесь медведя. Медведь, конечно... А, он вызвал нового. Я думаю, как-то медведь улетел. Думаю, что за лол? Просто вызвал нового медведя от греха подальше, чтобы не потерять этого. У Фанюса уже есть ульт. Причем ульт левел 2. 16-й уже. Ооо, вот это уже неприятно. Слушайте, вот когда ЦК будет с ультом влетать на Веника со 777 хп, вот эти три семерки для него будут не самым счастливым числом. Есть инфа такая. У Хвапы появляется Хекс. То есть умирать будет там с удара, фактически, друг наш Веномансер. Вот просто 618 крит вылетело. Вы понимаете, что если 2 таких крита вылетят, то все, от Веника ничего не останется. А они-то вылетят. Шторм забирает Эгисов Иммортал. Емп-шечка. Емп-шечка всю ману просто выжгла. Только что у Хаос Найта пролетает Шторм Спирит. Цепляет. И Рэвэйдж. Отличный. Хани умирает. И туда бы Соник Фейв. Хороший Соник. Но Сэнд Кинг с Веномансером. Сэнд Кинг с Веномансером просто решают дела. Просто. Я не знаю, как это еще можете сказать. Шторму лучше отсюда уйти. Потому что ее сейчас просто сгрызут по кусаке. Эра. Не получилось копнуть Шторма. То, о чем я и говорил. Хорошо влетел Тайд. Били инвокера первым. Все круто. Но потом влетают вот эти два ОЕ, товарища, СК, Веник. И решают вопросы они крайне быстро. Вы видели, да? Как там Квапа испарилась просто в считанные секунды со своим Хиксом. И без Пайпа тут вообще никак не разобраться. Есть вот Мека у Лешрака. И есть, конечно, Клак. Это все круто. И по-хорошему, в действительности, Хаос Найту, вот после Тараски, вместо Стика, там, или, ну, да, скорее всего, вместо Стика, или, там, вместо Телепорта, просто купить себе Клаку. Вместо Стика лучше. Купить себе Клаку. И его выживаемость станет настолько офигенно огромной. Мало того, что у него ХП будет дофига за счет Тараски. Так, плюс еще и Резист, он повысится, ну, на огромную, на огромную сумму, и не будет его убивать ни Веник, ни Сент Кинг, тем более у них там левелы ультов сейчас вторые, а у Хаоса там будет сейчас 3500 хп где-то, когда там Тараски и все такое. Поэтому, вот видите, 609 просто крит. Это если еще он с вот этого залетит, будет просто 900. С рифта. Он спрашивает, нафига ему Клаку? У него БКБ. Так, а БКБ может, в принципе, закончиться рано или поздно. Тем более 5-секундное. Там все зависит будет от раскладов, потому что в прошлой игре, точнее, в прошлой драке, ну, мы видели, да, как все произошло, и очень быстро все влетели. Потому что там 5 секунд действительно ему может хватить только, чтобы завкусить там того же Веника или кого-то не знаю, или Сент Кинга. Что тут у нас? Кстати, Медведь почему-то выключил Радик. Опа, Флай. Флай, Флай, Флай. Улетает. Ловит плюшку. Отлично, ЗДКСС, но нет, он умирает сам. Печалька. Эра. Пока особо не быкуют сейчас Фнатики. Сейчас больше быкуют ПРы на самом деле. Так, Хекс у Тинкера есть, это хорошо. Это хорошо. Интересно, нет, Инвокер собирает себе Аганим, не хочет Инвокер еще себе Хекс делать. Но есть такой залог успеха. И чем больше Хексов, тем больше вероятность победить в драке. Особенно против таких мощных ребят, как ЦК. Вообще, если ЦК поймать до того, как он успеет включить БКБ, я думаю, с ним можно будет поразговаривать как-то. Если будет хотя бы один Хекс, потом какой-то там колд снэп, или еще что-то в этом духе. Но сейчас он такой, очень страшный. На топе пока небольшая заварушка намечается. Будут убивать тут Тир-2 Тауэр. Глиф потрачен, кстати... Я не знаю, если сейчас не собирается Пэр и драться, то Глиф был потрачен реально впустую. Разбили Вард, но никто не пошел летать. Потому что с таким успехом могли вот ребята из Фнатик просто пойти пушить дальше. А дальше Глифа нету. Медведь там грызет вышки и все, короче, плохо. Ну, просто сейчас заняли вот этот хайграунд. И отпугнули, собственно говоря, Фнатиков. Потому что нету у Фнатиков Вижена. Они понимают, что у врага Вижен есть. Что у них огромное... У Пэров там было огромное тактическое преимущество. Да, есть уже в сердце Тараски. У товарища ЦК. Он сейчас вообще очень плотный становится. 3200, да. Очень много здоровья. Ну и Пайпом пока здесь и не пахнет, так, судя по всему. Что-то с Пайпами не задалось. Вот Тайтхантер и Лешрак, они в курсе про Клоаки, что они типа офигенно спасают. Я думал, может, Пайп кто-то из них будет делать. Может, Тайтхантер и собирается делать Пайп. Сейчас посмотрю, что там в курице нет. В курице ничего нету. Только-только там что-то было закуплено. А, это летит Огр Клаб. Это у Квапы. Я не знаю, то ли БКБ, то ли Аганим будет. Я почему-то ярый сторонник Аганима. Да, и так же Аганим сейчас будет у Инвокера. Медведь с Гиперстоуном. Даже не знаю, что-то пока еще можно добавить. Веник, конечно, тонюсенький. Он вот по рецепту Смайла 525 брасер, 525 брасер. Нормально пока себя чувствует. Санкинг барабаны. Опять-опять что-то тормозят ребята, что одни, что вторые. Конечно, вот, все, пошел Тайтхантер собирать Худ. Потом, соответственно, будет Пайп. Все равно 40-ая минута аж уже. Даггер, конечно, круто, но, блин, с этим Пайпом можно было творить ветер-ветер. И не обязательно тому Тайтхантеру залетать с Даггера и шатать пацанов. Можно просто, блин, спокойно под Пайпом заходить своим пешком в самый эпицентр драки. И улететь тоже там по двоим, по троим, по четверым. Совершенно спокойно. Таггер это круто, естественно, но мне почему-то кажется, что Пайп порой был бы намного уместней. Потому что выживала бы Квапа, там Штурм, может, выживал бы чаще. Хотя у него есть БКБ вроде. Но все же. Так, и что там у нас у ЦК? Не знаю, конечно, что он будет дальше собирать. Да и пофиг на самом деле. Просто дамагу, дамагу, еще раз дамагу. Убивать его уже практически нечем. Может быть, какую-то Кирасу стоит сварить ему, чтобы его еще медведь особо не бил. Например. Он сам будет нормально рубить. И команда его будет хорошо резать. Сам он с этим минус пять армора. Квапа рейнджовая. Тоже будет хорошо тогда уже урон наносить и с руки даже. Фанниус просто Ринго Фриджен затарил себя по полной программе. Но это два на Худ и одно на Хедресочку. Чтобы потом Пайп сварить. Естественно, Рошана еще нету. Рошана еще... Причем одни и вторые такие проверили сразу Рошана. Стоит здесь вард Веномансера. У обеих команд отличный тайминг на Рошана. Я уже думал, Квапа пошла убивать кого-то. Но нет. Никого она убивать не пошла, естественно. Да, и берет все-таки и покупает себе Кирасу. Ну, не Кирасу, а пока что один Гиперстоун. ЦК. В дальнейшем, конечно же, будет Кираса. Сейчас вот 40% сокращения физдэмэджа. После того, как соберет Кирасу, будет где-то 60-64, может быть. То есть неплохо. Так, и Медведь там уже почти с Кирасой, я так понимаю. Да, у Медведя тоже уже... А, у Медведя уже есть Кираса. Посмотрите, он сейчас забирает вот этих крипов. И, по идее, может себе ее позволить. Да, 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 да. Будет он ее покупать сейчас или нет? Меня это вопрос интересует. Медведь с ранкилобудцами. Так. Ну что, где здесь? Драка. С такими играми, конечно, не знаю, уснуть можно. Первая была просто образцовая, на самом деле. Вторая, ну, вообще печаль пока полнейшая, тотальная. 11-11, 42-ая минута. Ребята, ну вы что, гоните, что ли? Погнали драться! Все, Рошан есть! Вот, Рошан появляется через, там, 20 секунд. И можно идти месить совершенно спокойно. А, тут сейчас Тинкер. Тинкер пока пойдет, отпушит, потом сделает ТП на Медведя. И потом, может быть, что-то только получится. Тинкер вот так будет. А, нет, сюда уже никто не влетит. Просто такая-то мапа кусак. Ждет здесь. А, никто уже не ждет, все повлетали. Остался только один шторм спирит. Мигает что? Рошан есть? Окей, да ладно. Ну и рядышком уже Рейн. Рейн с Гемом, с Меккой. Фаниус почти с Пайпом. Фаниус остается совсем чуть-чуть до Пайпа. Не хватает ему вот сколько там. А, ему еще кольцо Регена нужно купить. Точнее, кольцо жизни, да. Ring of Hells. То есть ему еще, на самом деле, там, 1200. Стабильно надо зарабатывать. Это еще, это уже много как бы. А вот ЦК уже практически насобирал на Керасу. На бомжевал. ЦК, кстати, один из самых рандомных героев. Можете обратить внимание на атак дэмэдж, на его, который 181 на 211. Это 30 урона плюс там минус разницы. Это, наверное, самый большой показатель. Тут просто 98, 102, там 4 урона варьируется. Тут 6 урона варьируется. Тут 10, ладно, но там 30. Просто 30-ка. 80, 82. 86, это 2. Тут тоже так нормально, кстати. Шестнашка. Так, тинкер. Хекс. Форстаф. Еще. Хекс под коп. И да. Все. Минус. Шторм. Спирит. Причем... Нет, байбэк есть. Да, байбэк есть, конечно же. Как только будет начинаться драка, я думаю, шторм сразу там из-под фонтана вылетит. И пойдет убивать всех. ТП, я думаю, нужно выложить сейчас. ЦК изначально. Вот, неплохо. Вот, включил БКБ. И побежал типа резать. Все круто. Бьем медведя. Выигрываем доту. Опа! Тут у нас просто царь горы. Ноутейл против АСДЛ. Стягивает с горы Ноутейла. Медведи вызывают нового Сенткинг. Отлично затрусил здесь товарища ЦК. Ой-ой-ой, ешеньки. Как хорошо там еще и Сенткинг летел. Но это минус Сенткинг. Хотя, с другой стороны, байбэк, да, сделал Хаус Найт. За кем там гоняются? За Шторм Спиритом. Шторм Спирит тоже минус. Драка вообще не очень классная, на самом деле, сейчас была для Пауэррэнджерс. Нужно им собраться с мыслями. Шторма нету, ульта Тайтхантера нету. Отдают они этого Рошана. Печалька. Просто печалька. Я вообще голодный, как волк, на самом деле. Нет, это одно. Вообще никак. Ну это будет у нас обеденная пауза будет после игры, конечно же. Сейчас никто ничего ушать не будет. Я просто так достал его посмотреть, что у меня сегодня что-то есть. Да, ну это... Где Шторм? А, Шторма нету. Шторм не могут засветить. Минус Рошан. Медведь быстро забирает Айгис. Есть уже Кераса. Блин, боюсь, как бы у нас тут третьей игры еще не было. А ведь вероятность ее присутствует. Потому что ЦК вот только что... Ну, ЦК в последней драке он просто ничего не сделал. Он застанил, притянул Медведя. Ладно, он покарал Ноутейла Тинкера потом. Но это было позже. Вначале он просто заюзал БКБ. И оно у него уже 7-секундное. Потратило практически в никуда. Кстати, вот сейчас Тинкера можно поймать. Ой, как можно сейчас поймать Тинкера? Почему боятся? Вопа, прыжок, Хекс. Давай, давай, давай. Ай, не успел СДЛ. Чуть-чуть совсем не хватило. Тинкер уже в миде. Неудачный Торнадо. Айсвол. Ну, Медведь с этого грызет бараки. Ой, бараки. Тауэр ЕМП. ЕМП тоже не точная. Кто не замакшен на это? Замакшен на вроде что так долго взрывается. Новый Медведь. И Тауэр падает. Тауэр умирает. И начинают потихонечку бить рейнджовый барак сейчас ворты. Я думаю, Медведя даже можно тупо натравить на рейнджовый барак, потому что он рассыпется там с 6-7 ударов. Сванга уже готов заходить сейчас Хаос Найт. Должны инвокера. Нужно либо инвокера, либо Тинкера. Вот, пошел Сенкин, копает. Хорошо влетает. Айдхантер! Отличный рейндж! Где тут? Где тут этот Хаос Найт? Одного вырезал. Отлично. А Тинкер! Госс Кептри! Да пофиг на это вот Госс Кептри на самом деле. Вот он, вот он сейчас должен закончиться. Где же этот стань? А он просто рефрешит его и опять уходит в него. Какой же он все-таки жучара! 4 секунды стана с Энкинг с ультом. Просто по Хаос Найту, Хаос Найт. У него просто 2 минуты кулдаун байбека. О, лолошенький Тинкер, блин, ну такой чит с этим Госс Кептом. Ты видел? Просто не мог его никто бить на протяжении там энного количества времени. Это просто реарм, Госс Кептер, реарм, Госс Кептер, реарм, Госс Кептер. И бегает бедный ЦК. Он не понимает, что вообще происходит. Типа надо что-то делать. Но это минус вторая линия. Скорее всего, подалакрить и медведь. Грызет он очень уверенно. Тут крипы подходят. Но крипы, конечно, никакой угрозы не могут представлять там бараком. А тут уже, мы видим, отъезжает. Милишный. Сейчас еще Джоуэй отъедет. Ну и минус Рейн. Да, друзья, это третья игра. Что-то становится сейчас у нас 1-1. Я думаю, в пользу команды ФНАТ. Ну не, в пользу команды ФНАТ. Что это вообще билю такое? 1-1 ничья у нас. Вот так вот. ГГ пишет Рейн. ГГ, ГГ, ГГ. И выходит команда Пауэр Рейнджерс. Ну что ж, мы ждем игру под номером 3. У нас небольшая, буквально 5-минутная пауза. После которой определится, кто же проходит в полуфинал про-серии. Попадает минимум на стыковочные матчи. И как максимум будет бороться за шанс выхода в финал. Там тоже денежные призы, бла-бла-бла. В общем, все отлично. Должно быть. Так. Да, нас уже, кстати, почти 4 тысячи на стриме. Отличный показатель. Хорош! Сейчас рассыпется трон. Я остановлю запись ввода. И мы уйдем на перерыв, конечно же. Послушаем какую-нибудь музычку. Я не знаю, еще что-то в этом духе. Да, там пока лобби создадут и все такое. Так. Где-то, где-то эта табличка наша. Фнатики побеждают. Да, Рейдиант Виктори. Я, конечно, все понимаю. Я бесконечно рад. Рейдиант Виктори. Рейдиант Виктори. Рейдиант Виктори. Рейдиант Виктори. Продолжение следует...